Итак, друзья, сегодня история такого человека, как Шуг Найт. Просто с моих слов то, что я вычитал, да, или где-то послушал, просто я вам быстро расскажу. Это человек, который имел отношение дело к рэпу с начала 90-х, в частности, к тупаку. И ко всему рэпу у него был лейбл, который назывался Dead Road, который там был создан. Сейчас он на 28 лет осужден и находится в тюрьме. И будет сидеть, видимо, до конца своей жизни. Но два таких громких убийства, как тупака и B.I.G., который сейчас поет, да, вот так и осталось нераскрыто. Всем кажется все-таки, что за этим, за всем был именно Шуг Найт. Именно тупака он убил за то, что он хотел уйти с лейбла, а тупак был за один из самых приносящих деньги исполнителей этому лейблу. Вот. Вот поет тупак. Хотя он его выручал из некоторых ситуаций. Но тупак не имел отношения к гангстерам. Тупак просто делал музыку. Нигас. Вроде как сказали, что Пав Дэди заказал именно тупака, а в ответ на тупака, Шуг Найт заказал именно B.I.G. Но версия бессмысленна абсолютно. Абсолютно бессмысленная версия, я считаю. Гораздо больше подходит то, что он заказал именно, чтобы убили тупака, за то, что он хотел уйти с лейбл. В общем, он блистательно, блистательно начал шугнать свою карьеру. И так, бесславно, он сейчас ее заканчивает в тюрьме. Так, бесславно. Играл он в... Занимался спортом. Вес у него 130 или там 140 или сколько-то столько-то килограмм. Постоянно он там дрался с кем-то. Даст бог, он еще выйдет на свободу в 81 год. Ему будет. Выйдет и покажет. Покажет всем, что такое настоящий рэп, как его делать, какой должен быть лейбл. Ну так вот, вкратце вам тут история, друзья мои, Шуганайта. Продолжение следует...